Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы чем отличается смирение от пассивного отношения к жизни как понять где должно быть смирение а где необходимо что-то предпринять для изменения жизненных обстоятельств такой популярный американский писатель курт вен и гуд одному своему герою на стенку повесил высказывание святоотеческое которое можно в потеряках встретить господи дай мне силы принимать то что не могу изменить вернее терпение принимать то что не могу изменить силы изменять то что могу и мудрость отличать одно от другого это очевидно от бога подаваемая премудрость дар развлечения добра и зла может помочь человеку не ввязываться туда куда его не просят и где нет ему благословения что-то изменить и напротив не сидеть сложа руки там где надлежит трудничать ввязываться и может быть даже жертвуя самим собою исполнять волю божью и что-то изменять в окружающем его мире смирение богом заповеданное и христо подражательное свойство сам господь говорит научитесь от меня я как роток есть и смирен сердцем и обрящите покой душам ваш христос говорит покайтесь приблизилась ему царство небесное но не говорит покайтесь как я ибо сам будучи совершенным богом хоть и соединенным с человеческой природой в личности иисуса христа но никогда никаким видом не намеком о необходимости собственного покаяния не говорил ибо в нем совершенно не нуждался вот грядет сего мира князь и во мне нимость ничисоже говорит господь а вот в отношении смирения которые сам в полноте представлял поставляет нам себя в пример а если это божественное свойство то откуда его можно получить как не от бога очевидно это величайший дар иметь сердце сокрушенно и смиренно которые сам бог это сердце смиренное подавший не уничижит по причине родственности с таким человеком кто исполнит волю отца моего небесного остяжание духа смирения кротости тот и брат и сестра и матерьми есть такими словами господь подчеркивает совершенство причистой богородицы ее совершенное смирение ее доверие самой себя промыслу божьему что проявилась и при благовещении ся раба господня будем не по глаголу твоему и и со скорбью ее у креста господня и с последующим временем ее земной жизни с ее всечестным успением когда она в руце сына своего смиренно предает свою душу и так где взять смирение у господа смирение это вид бездеятельности пассивности вовсе нет это высочайшее и самое могущественное мощное движение к богу исполнение его святой воли какая ждут пассивность какой ждут пацифизм смиряющийся борется со своими страстями и побеждает их смиряющийся принимает бесконечную могущественную помощь божью проща ища этой прося о этой помощи взыскивая ее и обретая просите и даст вам ищите обрящите о чем это сказано богатстве о славе о внешней красоте конечно же о том богом заповеданном духе смирение кротости который и олицетворяет и даже осуществляет вселение духа в человеку вселение благодати божьей в человека что и становится залогом его вечного блаженства вечной жизни с богом исполнение его предназначения так что сказать будто смиряющийся пред богом лентяй совершенно невозможно и кто пробовал тот знает попробуй удержи свой гнев и не отвечай злом на зло и предосаждением на досаждение попробуй удержи себя от незаконных плотских порывов которые проявляются разнообразно и в помыслах и в посещении интернета неполезного и в отношениях с лицами противоположного пола попробуй посмиряйся увидишь быстро ли достигнешь хороших результатов сколько надо будет и усилий приложить и постнических трудов и молитвенных трудов для того чтобы путем этой битвы пожать плоды относительного хотя бы начатков бесстрастия и свободы от власти страстей над тобою несомненно в земной жизни мы призваны в кротости и смирении совершить подвиг своего собственного жертвенного служения жертвенное служение возможно только со стороны смиряющегося кто бы согласился кряхтя под ношей жизненной плетей плестись когда бы говорит гамлет неизвестность после смерти а мы скажем суд посмертный если бы не господни очи светлейшие тысячи солнц которые взирают на сердце смиряющегося человека и побуждают его нести жизненный крест преодолевая те трудности которые неизбежны при совершении этого земного пути а особенно настроенного для человека настроенного провести эту земную жизнь послушание воли божьей смиряясь перед ней смиряешься перед волей божьей и продолжаешь исполнять свои служебные обязанности смиряешься перед волей божьей перед господним повелением и несешь свой крест супружества и чадородия и воспитание детей это невозможно гордому и надменному что противостоит добродетелям кротости и смирения гордыня раздражительность гнев нетерпимость ближним к болезням к обстоятельствам скорбно только смиренному возможно оказаться сильнее всех этих испытаний приходящих человеку от мира плоти и дьявола поэтому господь указывает точный путь исполнение воли своей обретение сердцем кротости и смирение внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео